В салоне яркого автобуса эмоции такие же яркие юные пассажиры на себе ощущают резкое торможение транспорта на скорости 40 км в час. Стандарт передвижения в черте населенных пунктов, хотя этот автобус стоит на месте. Вы все улыбаете, живы и здоровы. Нездоров у нас только Ванечка, который в очередной раз, и вчера почему-то опять упал в сиденье, поломал себе ручки, опять у него грустный вид. И придется нам его лечить и все-таки заставить, наверное, пристегиваться ремнями безопасности, для того, чтобы он так же улыбался красиво. Как только срабатывает специальный тренажер, Ваня падает несколько раз в день и каждый день во время учебных тренировок. Смена в смене особенная, профилактическая. Детям рассказывают, показывают и дают почувствовать основы безопасности. В течение всей смены детям будут разъяснены правила дорожного движения, будут проведены конкурсы по фигурному вождению велосипеда, по правилам оказания первой медицинской помощи. Автобус предоставлен главным управлением МВД России, предназначен для проведения практических занятий с детьми различной возрастной категории. Оборудован пневмодинамическая система, которая позволяет ощутить торможение автобуса на скорости 40 км в час. Более двух тысяч пассажиров проходят обучение на специальном тренажере и применяют правила теории на практике. Интересно все, и отдых, и занятия. Особый восторг вызвал чудо-автобус. Я приехала, чтобы учиться, правила учить. Я хотела сама водить, хотела машину. Этот автобус мне показал, как надо правила, как себя вести. И всегда надо пристегиваться. Впервые увидела вот такой прекрасный автобус. Даже не знала, что такие существуют. Тут мы увидели очень замечательный автобус, который очень познавательный, где мы испытали, как происходит торможение при скорости 40 км в час, что нужно пристегиваться, а иначе будет беда. С 3 по 23 сентября в СМИ не принимают детей из 27 регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Организаторы уверены, эти ребята, вернувшись в свои родные города, точно удивят друзей рассказами об отдыхе и обучении правилам дорожного движения в Анапе и будут самыми продвинутыми в теме безопасности.